Начинаем нашу встречу. Как мне сказали, это последнее мероприятие на сегодня. Презентация книги Ларисы Романовской «Брат дракона», которая вышла в издательстве «Альпина дети». И мы будем говорить сегодня об этой книге в замечательной компании. Собственно, Лариса Романовская — главная дневница торжества. Ася Шевченко — редактор книги. Полина Синева — сценаристка и драматург, которая занимается репрезентацией глухих и слабослужащих в искусстве. И Влад Колесников, куратор инклюзивных программ, программ доступности в Доме культуры ГЭС-2. Меня зовут Мария Нестеренко, я продюсер направления подростковой литературы. Ну, первый вопрос по традиции. Мы начинаем всегда с автора. Лариса, расскажите, пожалуйста, как вам пришла идея написать книгу? Почему вы выбрали такого персонажа? Расскажите немножко его историю. Спасибо огромное всем собравшимся. Я очень тронута тем, что у нас получилась эта книжка, получилась эта история. Так, собственно говоря, получается, она начала не сразу. Несколько лет назад я сперва писала истории про мальчика, который сперва заканчивал начальную школу, потом это был уже пятигласник, какие-то истории публиковались в детских журналах. Но как бы повесть еще не складывалась. Но в какой-то момент я, когда пыталась понять, чем этот мальчик отличается от всех остальных моих мальчиков и девочек, про которых я уже писала, я поняла, что конкретно вот этот вот мальчик Аркаша, у него та же особенность, которая есть у меня уже много-много лет. Я слабослышащая. Это не видно во внешней жизни. Я не ношу слуховой аппарат. Я достаточно четко различаю голоса других людей. Но в определенных ситуациях у меня довольно большие были трудности в общении. И я поняла, что, кажется, я нашла того своего героя, с помощью которого я могу немножко рассказать про то, какими бывают еще люди. То есть люди вроде бы абсолютно внешне обыкновенные, но для которых мир немножко не такой. Я не вживалась в героя. Я как бы понимала, как оно бывает. Вот. В этот момент я работала в гуманитарном профиле одной из московских школ. У меня как раз были пятиклассники и шестиклассники. И поэтому вся школьная часть этой истории – это абсолютно такие, я надеюсь, что очень реальные люди. И сегодня к нам должна была прийти учительница литературы Екатерины Олеговны, которая у нас в книжке, ее так и зовут Екатерина Олеговна «Русалка». Ну вот она, к сожалению, задержалась. Но вот до нее обязательно дойдет ее экземпляр. Ну, собственно говоря, Ася Шевченко, которая сидит рядом со мной, это человек, который первым читал текст. В разных его видах, в набросках, в заметках. И человек, который не просто этот текст читал, а человек, который Аркашку слышит так же, как и я. Потому что, наверное, вот если нас Шевченко взять, то вдвоем мы будем нормально слышим человеком одним. Можно я сразу Васицу трубку передам? Я просто думала, у Маши вопросы. Нет, нет. Действительно так получилось, что это тот редкий случай, когда ты редактируешь текст, в котором прожил некоторое время практически столько же, сколько в нем провел сам автор. Потому что обычно ты получаешь какой-то текст, ты начинаешь с ним работу. А здесь ты уже не можешь относиться к нему сразу со стороны, потому что ты в этом тексте был. Ты видел, как Аркаша сидел на качелях, качал молочный зуб языком, а потом вдруг оказалось, что Аркаша стал на несколько лет старше. И он школу прогуливает. Ты вообще совершенно другой человек. И каждый раз какие-то изменения проходили. А потом я начала вносить эти изменения. И мы вместе работали над этим текстом. И да, мы с писателем Романовской, двухголовый писатель, по сути. Потому что, если нас составить, получится идеальный человек. У меня тоже невидимая инвалидность, но другого рода. И так получилось, что из-за ишемии сосудов головного мозга в какой-то момент у меня тоже начался и тинитус, и тугоухость появилась, и с каждым годом проблемы усугубляются. И я слышу все немножко, как Аркаша, которому дождь лопит по жестяному подоконнику, и у него начинается адская мигрень, потому что все звуки усиливаются. И он все слышит цехом, и ему очень тяжело разговаривать с людьми, потому что они все немножко фонят. И поэтому это был один из тех моментов, который меня в этой книге очень привлекал. Я видела, что Лариса пишет именно так, как я чувствую. И это было одновременно и сложно, и легко, потому что писать от себя нельзя ни в коем случае, но в то же время прочувствовать книгу, и тогда с ней работать проще. Спасибо большое. Полина, вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, насколько часто глухие, слабослышащие люди становятся героями прозы или трамотургии, и что в этом смысле можно, с вашей точки зрения, сказать о Баркаше в этом контексте, насколько он резонирует? Это объемный вопрос. Это объемный вопрос. Я, наверное, скажу, чтобы угла тоже поучаствовал в ответе на этот вопрос. Но я начну. Я бы не сказала, что у меня есть, допустим, контекст. Нет, у меня нет такого. Но из своего опыта много лет я вообще интересуюсь этой темой, именно темой репрезентации глухих в литературе и в кино. И всю литературу, которую я читала об этом, я могу сказать, что и в литературе и в драматургии, и в глухие, и слабослышащие, а также поздно глухшие люди представлены на самом деле очень редко. Ну, прямо единицами не так много книг можно найти. В прошлом году я проводила эрдингруппу для музея современного искусства «Гараж», и мне нужно было найти литературу о глухих. Я с большим трудом нашла несколько произведений, которых можно было бы обсудить. На самом деле очень трудно. В кино глухие более представлены. Больше фильмов, в которых есть глухие персонажи. И так давно нашумевший фильм «Кода». Наверняка кто-то смотрел. Осмотрели вы? Да, там Лариса, Ась. Да? Вот. И еще «Дети тишины». «Страна глухих». «Страна глухих». «Страна глухих». Ну да, вот «Страна глухих». Да, это на самом деле такой на слуху фильм до сих пор. Ну и другие фильмы, в которых представлены глухие персонажи, потому что визуально на самом деле они более хорошо репрезентуются в кино, нежели чем в литературе, потому что они достаточно визуальные люди. А здесь очень сложно найти в литературе момент существования и линию существования глухого персонажа сложно. Поэтому вы, наверное, знаете, что в XIX веке, конечно же, рассказ Тургейниву, такой яркий, да, момент, а также Ума Пассана, в Эндель Шипе произведение, и в Америке Карсон Маккалорс, «Сердце одинакового охотника», тоже как раз рассказывается о двух глухих с разным уровнем развития. Это вот не... Это единичные персонажи. Ещё Ринат Линьхтинова писала «Обладать и принадлежать» её произведения. Вот. И на самом деле, как бы вот, ну, «Сердце одинакового глухих», по которому была снята, да, и на самом деле всегда авторами кто были? Это были слышащие люди. Вот так, чтобы именно глухие писали, а глухих практически такой литературы нет. Это, наверное, вот, в изнательстве «Миф» несколько лет назад вышел комикс «Суперухо», который написала глухая, Сиси Белл, которая рассказала о своём опыте, и это, можно сказать, очень редкий случай. А у нас в России вообще мало кто из глухих пишет о глухих. Вот. Вы, наверное, слабослышащие, вы поделились своим опытом, своим персонажем, и это здорово. И есть глухие, допустим, в сообществе глухих, которые позиционируют свою культуру, да, и это вообще три большие глупы. Глухих в сообществе глухие, слабослышащие, поздно оглохшие, и у каждого своё как бы субкультура, своё направление. И с этой точки зрения эти три группы могут быть, могут входить в сообщество глухих, а могут быть вне сообщества глухих. Вот вы, например, вне сообщества глухих, да, потому что вы не знаете жестовый язык, вы не используете его для общения, да, вы как бы используете свой жизненный опыт, да. А вот история Аркаша, это, конечно, история, более медикализованная история, история о том, как мальчик теряет слух, да, и теряет слух в результате болезни, и начинает воспринимать мир по-другому, и в финале слух его устанавливается. И это не история про глухого из сообщества глухих. Тут нет ничего про культуру глухих, ну, скажем так. И вот это мне тоже было интересно почитать, потому что автор подробно ощущает героя, да, показывает героя, как у него падает слух, как у него меняется взаимодействие с одноклассниками, как складываются эти взаимоотношения. Мне, правда, немножечко не хватило взаимоотношений в семье, с мамой, с братом, вот этих подробностей, но это уже мое, можно сказать, да, как бы авторское видение. Конечно, вы здесь совершенно вольны. Но в целом я бы, я когда читала, то мне было бы интересно, наверное, было бы более интересно читать о глухом из сообщества глухих, потому что я, конечно, приближу к этому сообществу, мне было бы интересно именно это, но это была бы совсем другая история. Но это хорошо, что вы сделали историю об опыте. Это тоже, да, это такого мальчика, который на самом деле есть. Спасибо большое, Полина. всем добрый вечер. Я, на самом деле, наверное, начну с того, что не очень важно, приятно, ценно, что вы описали эту историю, потому что не могу сказать, что находиться в такой же ситуации, все-таки у меня глухие родители, но мне тоже осознание того, что я особо слыше приходило постепенно, начиная с первого класса, это стали замечать учителям. Некоторые моменты очень были похожи на самом деле по описанию на то, что происходило у меня. Полина выразила все мои мысли по поводу представленности глухих слабослышек, мы с ней просто уже это обсуждали уже. Мне не кажется, что минус книги заключается в том, что не представлено сообщество, потому что точно так же, как есть сообщество, есть люди не в сообществе, и то, что они описывают в литературе, это очень ценно. И да, поддержу мысли насчет того, что очень этого мало, хочется, чтобы это было больше, и поэтому спасибо вам. Когда мне нужно будет рассказать про, посоветовать, почитать что-то про опыт, вот именно этот опыт я обязательно проекомендую эту книгу. Спасибо большое, но я надеюсь, что мы еще все вместе сочиним какое-нибудь прекрасное мероприятие в Доме культуры ГЭС. Замите, приглашайте. Риса, тогда у меня к вам вопрос, хочу вернуть вам микрофон. Вообще, в литературе всегда может быть для автора самое сложное, а для читателя профессионального и непрофессионального самое интересное, это вот как раз описание какого-то опыта, который тебе возможно недоступен. Вот какими средствами, как вы создавали вот этот мир Аркаши, звуковой в том числе, в том числе, потому что мне кажется, поскольку я книгу еще читала тоже в рукописи, мне кажется, что меня вообще заворожил вот этот мир, который вы описали, в смысле, вот я имею в виду вот этого мальчика, его друга, его семью, вот то, как вы какие-то детские, там, сосиска в квесте, да, какие-то вот такие находки, вот, но вот этот опыт, да, расскажите, пожалуйста, как вы писали. Ну, собственно говоря, поскольку это не первая моя книга, я уже примерно знаю, как пишут персонажи, когда персонаж вот так вот создается, сперва сам персонаж, уже потом начинается история вокруг него, то есть, когда ты можешь ответить на вопрос, кто это, какой он, что он любит, чего он боится и так далее, и из этого складываются сюжетные линии, там, из этого складываются какие-то вопросы, на которые надо получить ответ к концу книжки. И у меня, собственно, мальчик этот, нельзя сказать, что я его придумала, мне кажется, он создавался из энного количества мальчиков, реальных, даже девочек, потому что глухота у Аркашки моя. То есть, я просто, мне несколько раз в жизни приходилось объяснять, как это, когда половина звуков у тебя идут четко, а другая половина, ну вот как будто в плохо настроенном микрофоне, когда сложно говорить в толпе, например, когда тебя перебивают, и ты не можешь перебить человека, или еще там какие-то вещи. Я просто, поскольку я это все знаю как, я просто отдала это герою, и попыталась некоторые вещи в его жизни, ну, как бы, сделать уже сюжетными ходами. Вот, ну, собственно, я, к самым, как бы, незапланированным персонажем этого текста является кот. Ну, вот так получилось, что кот как-то самообразовался в тексте, кот персонаж, да, коты приходят сами к нам, и потом говорят, что они здесь были всегда, и это самое. Вот, точно так же случилось с моим котом, с одним из моих котов, точно так же случилось с котом Аси Шевченко, коты у нас, кстати, одинаковые, рыжие, собственно, вот такой сборный прототип кота, это вот наши с ней коты. Собственно, я не очень хотела кота на обложку, поэтому, когда обложка оказалась не эта самая бескотная, я несколько, ну, там была смешная очень история, мне же наш детсадовский психолог помогал обложку полюбить. Ну, такая вот штука, вот, психолога нашего, к сожалению, с нами нет, но мы потом расскажем, потому что наша Екатерина Викторовна мне рассказывала, вот смотри, тут вот так вот выражен поворотит жест, тут вот такие цвета, тут вот так вот, вот это, и как за 5-7 минут я обложку приняла как родной, потом увидела, что там еще фигуры как на картине Матисса. Ну, это немножко не про Аркашу, но просто, понимаете, книжка, это не только книжка про слабослышащего мальчика, это еще история взросления, наверное, история того, как быть не таким, по какому угодно параметру, как бывает, когда ты из младшей школы переходишь в 5-й класс, в котором все вообще не так, как было раньше, а тебе с этим жить в следующие 7-6 лет школы. И, наверное, еще о том, как человек выбирает свою зону интересов, как можно немножко сдвинуться в сторону филологии, сделать первые шаги, как начинаешь изучить историю семьи, потому что для меня линия глухоты, она очень важна, но так же, как и важна история семьи, вот это Кедрово. Так, я надеюсь, нас не эвакуируют. Так, хорошо. На это, ну вот я сейчас не могу разобрать ни одного звука, кроме того, что это уже 100 гонц. Так, может быть, на эту оптимистическую ноту передать Асе? Ася, у меня к вам самый животрепещущий вопрос, потому что я тоже редактор, и, как вы знаете, все люди, которые работают с текстом, у редакторов всегда свои отношения складываются с книжкой, какие-то моменты ты любишь, какие-то ненавидишь, ты думаешь, о господи, эти сноски, опять тут, значит, править. Вот, расскажите, как у вас отношения с текстом складывались, да, вот, что вам было легко, а что наоборот самым трудным? Вот самым трудным как раз было то, что я этот текст слишком хорошо знала и видела его изнутри, и мы очень много обсуждали его с Ларой еще до того, как он, в принципе, оформился в какую-то большую рукопись, и тут я его, я его очень хотела, я написала Лане, я сказала вам, что я хочу редактировать этот текст, и вот я его получила, и я понимаю, что, а теперь это работа, теперь это не мой родной Аркаша, которого мы собирали из моих детей, подростков двух, из Ларинова, старшего сына, это уже совершенно люди отдельные от нас, которых надо вот сейчас от себя лично мне оторвать и посмотреть на них, как на работу, и потом я пошла на другую сторону, перешла на темную и начала очень сильно прям вот, да, поэтому мне очень понравился переход пешеходный на обложке, я перешла на темную сторону, начала душнить, и так, это в этом период здесь поправилось, здесь вот время мы и я прям вот, вот и правила, и правила вы видели в прямом эфире, там очень много было всего, и самое сложное как раз было остановиться, потому что все редакторы знают, что есть вот эта тоненькая грань, почти незаметная, вот этот баланс, который ты не имеешь права нарушить, когда тебе хочется внести свое ценное мнение объективно, и когда это объективное мнение заканчивается, начинается твое субъективное отношение, потому что у нас у всех свое внутреннее видение, и мы все знаем, как надо сделать лучше другому человеку, и вот остановиться и прекратить вносить сноски, все эти править, у нас же Аркаша там сноска говорит своим собственным голосом, мы пытались взломать эту четвертую стену, и даже на сноски смотрим с точки зрения вот этого ребенка, который находится в переходном периоде, потому что у первоклассников есть адаптация, об этом много говорят, очень много говорят о подростках, у которых гормональный шторм начался, и, к сожалению, о подростках, которые вот они еще не вот эти вот большие-большие подростки, и уже не вот эти малыши, которых все опекают, у них там вот они сидят все в одном кабинете, об этих подростках говорят не так часто, и вот Аркаша, он оказался один практически везде, он выброшен в эту кабинетную систему пятого класса, он заболел, поэтому отстал от своих одноклассников, и он снова выброшен, он единственный в своей семье, кто не помнит папу, папа умер, когда Аркаша был слишком маленький, и поэтому все его помнят, и все его любят, и Аркаша тоже его любит, но ему все время кажется, что он как-то не так его любит, делает это неправильно, и вот здесь вот нельзя было сфальшивить, потому что ребенок, он проживает это горе, но он не горюет, это какое-то вот его тоже поиски в себя, вот это осмысление, и вот здесь тоже был сложный момент, когда ты редактируешь этот текст, нельзя говорить от своего лица голосом ребенка, надо оставить голос ребенка, и вот это именно наши какие-то профессиональные сложности, и я надеюсь, у меня получилось ничего не разрушить, потому что все-таки я еще и полагалась и на свой педагогический опыт, достаточно большой, больше 20 лет, и литературный в том числе, а самое легкое было то, что я получила текст, который я знаю много лет, автора, которого я знаю много лет, и можно там было от души хулиганить, поместить Аркашу в ситуацию квеста, наделить его какими-то моими словами, и речью моих собственных детей, и, в общем, мне кажется, мы порезвились от души, и шалость удалась, и получилось деликатно. Я надеюсь, она мне никогда этого не скажет. При редакторе текста никого не пострадало. Да, это, кстати, я тоже об этом подумала, я писала какую-то внутреннюю нотацию для издательства, и я прям прописала, что это вот как бы человек, который уже не ребенок, но еще даже не подросток, вот он где-то в очень каком-то таком коротком периоде, да, еще более неопределенном, чем подростковый период. Спасибо, Ася, спасибо, Лариса. У меня теперь вопрос к Полине. Полина, вы сказали, что глухие люди очень редко появляются в текстах художественных, и... Чаще всего... Чаще всего это... персонажи... Все в порядке, никто не пострадал. И чаще всего эти персонажи, глухие люди, чаще всего созданы людьми со стопроцентным слухом. Вот у меня вопрос... Большинство, да. Да, вопрос, почему так, собственно говоря, сложилось, да, почему нет вот этой традиции? Это хороший вопрос. Хороший вопрос. Но я не знаю, почему в художественной литературе на самом деле глухие очень мало и не идут до... Не доходит, вернее, до такой широкой публики. Есть, допустим, прессы глухих, да, есть журналы глухих, есть сообщество глухих поэтов, которые пишут, свои сборники издают. И все это, в общем-то, такие, знаете, своих для своих. Вот. В России это именно так, да. В основном глухие в России пишут для своих. И никогда, как правило, это не доходит до широкой публики. Не пробивает никаких себе путей. А вот, например, на Западе на самом деле глухая литература, она очень развита. И в Голуденском университете есть как раз очень сильная культура глухих, которая развита очень сильно. Каждый год издаются книги. Я видела большой список книг именно глухих авторов. Но у нас, к сожалению, их тоже не переводят. Я тоже не знаю, насколько они интересно написаны. Я не читала, не могу ничего сказать. но знаю, что этот опыт есть. В каждой субкультуре, в каждом сообществе есть свои внутренние авторы, которые не всегда доступны и пробивают себе путь для широкой публики. Но у нас в России так. Есть что добавить? Я хочу спросить у тебя, Полина. Мне кажется, что это связано с тем, что литература в целом не популярна среди глухих. Да, я тоже соглашусь, пожалуй, с Владом, что в целом культура глухих, она более визуальная. И действительно, очень много, например, глухих школьников, которые, допустим, более интереснее снимать ролики, участвовать в жестовом пении, а не писать тексты. То есть это им не так близко. Поэтому, скорее всего, вероятно, это связано именно с этим. Для того, чтобы что-то развивать, нужна почва, нужна, то есть, допустим, какая-то новая волна, допустим, как вот по Франции была новая волна, или какие-то в Америке новые студии, приходили люди, обсуждали, делали, и вот рождалось что-то новое. А у нас в плане литературы нет такой проектной среды в сообществе, просто ее нет. Вот. И в итоге получается, что кто-то пишет, да, это такие единицы, так, чтобы что-то дошло, там какая-то настоящая волна, тут это нужно, наверное, среду сначала воспитать, которой пока нет, к сожалению. Поэтому Влад прав, он правильно заметил, что на самом деле, да, вот глухих в основном не письменные, они не письменные люди, вот. Есть, конечно, среди них письменные, да, я не буду приравнивать всех к одному. Я, например, очень люблю читать, люблю тексты, и я могу себя назвать писенным человеком, потому что мое мышление, оно как раз гораздо больше основано на текстах, но таких, как я, не такое большое количество, это не большинство. Да, есть такие, но это не большинство, это не так много, ну, и это не большинство по году, конечно, не делает. Вот так. Пока сейчас так, а возможно, что-то изменится, я не знаю. Спасибо большое. Я сейчас, знаете, о чем подумала, так получилось, что фильм «Страна глухих» я посмотрела несколько раз в своей жизни, даже, может быть, много, и однажды я читала какую-то заметку об этом фильме, и актриса, которая играла, вот, собственно, Яю, Дина Корзун, она сказала, что она сначала очень сильно погрузилась, то есть она, естественно, выучила жест, такой язык, и в какой-то момент режиссер Валерий Тодоровский сказал, что мы создаем художественный образ, да, а не документальный. И вопрос у меня связан с тем, вот, в этой репрезентации, что важнее, да, все-таки это, как бы, художественный текст, или, там, фильм, или что угодно, да, вот, какой-то художественный образ или реализм, правда, адекватная реальность? Это тоже очень хороший вопрос, и в этом, на самом деле, можно сказать, главная боль сообщества. Почему? Потому что, если брать текст, то это не так заметны, не так заметны в нем ошибки, потому что текст можно поправить, да, интерпретировать, а когда ты смотришь фильм, то мы имеем дело уже с жестовым языком, да, если это представитель субкультуры, а жестовый язык, это такая вещь, которую могут выучить далеко не все. И здесь можно сказать, что один из основных элементов репрезентации именно глухого человека, как раз жестовый язык. Например, я глухая, и если будут впереди, да, как бы, я сразу пойму из людей, которые говорят на жестовом языке, глухой он или нет, по тому, как он пользуется этим жестовым языком, как он им владеет, потому что будет очень видна разница, эта разница будет очевидной. Как и, в принципе, это будет слышно по акценту, например, носителей языка, да, там и носителей. То есть это самый, допустим, возьмем американское кино, где американские актеры играют русских, русских персонажей, да, мы сразу понимаем, что для американцев это будет нормально, мы скажем, боже мой, какой ужас, это же так наигранно, так скомканно, да, неестественно, да, то есть это вот будет абсолютно, то есть как бы вот, там сразу ассоциация с плохими русскими, да, там, с шапки-ушанки, в космосе, с бутылкой водки, с топором или с молотком, вместе какого-то там сложного технического прибора, это вот такие стереотипы, да, это вот неестественно, очень фальшиво, и точно так же и здесь, точно так же и со страной глухих. Я понимаю прекрасно, что Тодоровский не ставил себе цель делать этнографический фильм о глухих, он сам об этом очень много раз говорил, поэтому никаких претензий нет, это художественный фильм, это его видение, не более того, да, я не вижу здесь никакого конфликта, но вот когда мы смотрим главную героиню Яя, которая играет слышащая актриса, которая очень плохо выучила жестовый язык, вот, и которую с трудом понимают глухие, и мы просто понимаем, что по истории, да, здесь нет, конечно, сильных противоречий, она играет героиню, которая оглохла в 10 лет, то есть это уже поздно оглохший человек, она поздно выучила жестовый язык, ну, и пускай у нее будет такой своеобразный жест, но большинство глухих не приняло Яю как героиню, для них она чужая, и поэтому, да, получается, вот такая культурная, такая культурная пропасть, да, слышащие восхищаются этим фильмом, глухие говорят, ну, нет, это не про нас, большинство глухих плюется зачастую в сторону этого фильма, но старшее поколение 90-х, да, многие подростки сейчас не смотрели этот фильм, страну глухих, они даже не знают ничего об этом фильме, а вот старшее поколение зачастую плюется и критикуют, на самом деле, была очень большая критика на фильм, когда фильм только-только вышел, то как раз среди глухих было очень много негативных разговоров, потому что «Страна глухих», во-первых, как бы, само название фильма, да, и люди, которые шли на этот фильм, они думали, что увидят страну глухих, но на самом деле не была показана «Страна глухих», если бы фильм назывался, например, по имени героини или еще как-то, то не было бы такого конфликта, а здесь, вот, в самом названии было конфликт, многие глухие посмотрели и сказали, «Это не моя страна», черт знает что, но не моя страна, и их реакция мне понятна, потому что сама я считаю, что этот фильм красивый, но на самом деле героиня, видно, что играет ее и слышащая актриса, но сам фильм красивый, то есть это такая исторический факт, остается историческим фактом, меня смычает только в нем одно лишь, спустя несколько лет этот фильм по-прежнему, по-прежнему считается стереотипом и символом мира глухих, а на самом деле это уже давно не так, и сам по себе фильм прекрасный, но это точно не про страну глухих. Спасибо большое, Влад, хотите что-нибудь добавить? не будет же вот этот эффект, потому что мы рискуем повторить этот эффект? Нет? Я бы заполнил Полину в вопросе, почему мало представлено глухих, почему глухие не пишут, на самом деле важно понимать, что для носителей жестового языка, русский язык, текстовый, он является вторым. то есть когда ты в основном больше часть времени общаешься на жестовом языке, то ты хуже, чаще забываешь русский язык. И поэтому литература не популярна в сообществе. И например, мы в ГЭС-2 сделали такой ГЭС-2 сделали такой формат, как семейное чтение на жестовом медаке. Мы придумали историю, как раз Полина написала историю про слободыщего мальчика, который носит зуховый аппарат, он пришел с мамой в ГЭС-2, он теряется, ГЭС-2 мы его, потом его с мамой находят. И когда ты с детьми разговариваешь, нам еще важно было, чтобы и родители, и дети. Собственно, это еще один механизм работы с тем, что родители часто, которые не знают русский язык, они не знают, как детьми читать книжки. Они понимают, что это важно, что русский так в любом случае пригодится в жизни глухого ребенка, разработали их участием Екатерины Савченко, это руководитель бывшего центра «Я понимаю», который занимается поддержкой семьи глухих детей. Такой метод, как ты можешь показывать ребенку картинки и описывать их. Ребенок будет думать, блин, как классно, мама не рассказывает книжку, как будто она ее читает. И тем самым в семье у ребенка и у родителей приливается вот этот вот отрезок книги. И, собственно, мы делали аналогичную ситуацию на нашем мероприятии. Полина написала рассказ, глухая иллюстраторка Настя Масмичева написала иллюстрации, а Катя Ставченко на жестовом медике с детьми и с родителями этот рассказ обсудили, они потом придумали концовку, потом они с нами нарезали иллюстрации. И вот кажется, что такой метод поможет в целом заинтересовать глухих книгам, после чего на самом деле будет интерес почитать эту книжку, может быть, даже не согласиться с тем, что представлено здесь, и написать ответ. И вот, собственно, поэтому такие истории, они важны на самом деле. Про страну глухих не будет ничего говорить, Полина сказала все, вот прям, тем более, что Полина занимается сейчас таким исследованием этого фильма. Да, вот, на самом деле. Спасибо вам большое. И мне хочется... Микрофон не помню. Мне хочется Ларису спросить о том, были ли какие-то тексты или фильмы, или, может быть, картины или музыка, да, которая вас вдохновляла в процессе работы над «Братом дракона». Кстати, сколько он писал еще по времени? Писался он, на самом деле, довольно долго, в общей сложности два с половиной года, потому что писались отдельные рассказы в разное время, и только где-то год-два назад я поняла, что из этого уже пора сводить как бы общий текст, и вот как бы вышла вот эта вся общая идея. Я не могу сказать, что были какие-то вот прям вот книга или фильмы или музыка, что-то вот, что помогало писать. Дело в том, что я иногда пишу под музыку, но это должно быть музыка без слов, то есть инструментал, металлики, то же самое, воспоминайте симфонического оркестра. Очень хорошо идет. Вот. Мне очень сильно в работе над этой книгой помогали Макала Ася и периодически Нинда Ашинская, человек, который пишет про музыку. У героев, у героев, которые слух, это часть, как бы, призвание, часть биография. И вот как раз может быть писалась как бы методом от противоположного, но вот я очень люблю повесть Нины. Слушай, где у нее герой вид разноцветный звук? День Чеслопит? Да. В книжке День Чеслопит, там один из персонажей. Вот сейчас Ася все расскажет, короче. Нина Дашевская. День Чеслопит, главный персонаж, сенэстетик. Он видит звуки, цвета их видит, и слова, и для него мир рассвещен. И я как раз, когда Лара писала «Брата дракона», я говорю, что я так люблю День Чеслопит, там так это хорошо показано, когда ты чего-то не можешь переплавить по понятным людям способам, ты видишь это с помощью цвета. Я говорю, так у меня же вот так это происходило в тексте, тоже Аркаша вот такой, видит цветные звуки. И вот Нина, она именно показывает звук, и это очень чувствуется, что вот Лара пользовалась какими-то приемами, потому что показать то, что обычно приходит тактильными или какими-то другими ощущениями, это тоже не так просто на самом деле. Хотя кажется, что вот есть слова, бери и пиши. Ну, собственно говоря, это то, что я хочу дальше, потому что вот если бы Нина не написала свои книги, я бы, может, не начала эту историю докручивать до полноценной повести. Если сейчас «Брат дракона» кого-то, ну, скажем так, задеталирует, кто-то захочет написать что-то противоположное, захочет вступить со мной в творческий диалог, это будет очень классно, это, собственно, то, как у нас любая литература развивается, либо ты соглашаешься с автором и дополняешь его идеи, либо ты с ним споришь и его идеи переворачиваешь с ног на голову. Спасибо большое. У меня последний вопрос перед тем, как мы передадим микрофон публике. Влад, расскажите, пожалуйста, чуть подробнее о программе ГЭС. Вот вы упомянули семейное чтение, а что еще есть? И на самом деле много чего не буду перечислять, скажу в целом о том, что программа «Глухие и гонкие», которая существует в КС-2 с осени этого года, она ставит перед собой цель как раз познакомить глухих и глыщих вместе. И в одном месте поговорить и про культуру глухих, и про в том числе тех, кто не хочет по ряду причин быть частью культуры глухих, хочется быть заглышим. И помимо семейных чтений у нас есть предприятия для тросок, есть предприятия для тех, кто хочет получить русский жестовый язык. И в дальнейшем, я надеюсь, мы продолжим это направление и в том числе будем знакомить не только с глухими, не только с культурой глухих, но в том числе и с теми глухими подлышими, кто по ряду причин не захотелось стать частью Спасибо большое, друзья. У нас есть еще немножко времени для того, чтобы задать какие-нибудь животрепещущие вопросы. Пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте их. Вы тут для этого и собрались. Уже ли ни одного вопроса? Наверное, что так хорошо сказали. Тогда друзья, большое вам спасибо, что вы в конце этого трудного первого дня ярмарки к нам дошли. Большое спасибо есть вопрос? Нет? Большое спасибо нашим спикерам, что вы нашли время приехать, встретиться и поговорить. И я надеюсь, что презентация этой книги начала чего-то тоже большого и интересного. В общем, как говорится, следите за анонсом. Спасибо. Спасибо.